Книга «Открытым оком. Тема священства». Том 24. Вопрос 3683. Из Люксембурга от священника. Кто вас благословил, чтобы издать книгу к истинному православию? «Передайте господину И.В. Булаху благодарность за его книгу «Алтай. Земля. Люди», – отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Что вообще кроется в этом вопросе? Просто ли хочется человеку узнать, или же он уже вынес вердикт, что нормальный священник или архиерей никогда не благословит эту книгу, потому что… Думаю, что именно о второй части предложения идет речь, и потому буду отвечать. Эта книга вышла из печати в 2002 году и переиздана в 2007. Отдельные главы, такие как «К истинному крещению», «Покаяние», «О молитве», «О Библии» и другие, были изданы еще до моей поездки в Америку, до 1992 года. Я их брал с собой и там давал всем, с кем встречался. Жил я в одном доме с архиепископом Лос-Анджелесским Антонием Сенкевичем и давал ему на рассмотрение. А этот цензор еще тот, один из самых-самых. И он мне одно сказал. Никаких отступлений от истины нет. Материалы отсылал практически всем до одного, советским и зарубежным архиереям и очень многим священникам. Возражений не поступило ни от одного. А теперь и вся книга в интернете, и там уже побывало на нашем сайте более 30 тысяч человек, скачивают себе. И опять же, ни одного возражения. Почему? В книге «Открытым оком» восьмой том на фотографии виден батюшка, отец Иоаким, и рядом с ними углубился в эту книгу, к истинному православию наш правящий епископ Евтихий Курочкин. И он не выразил ни согласия, ни письменно, ни устно. Почему? Значит, ни в углу сия книга не подметная, а с обратным адресом и всеми реквизитами. А дать благословение мне никто и не мог, так как тогда мы были ничьи, а нас травили в патриархии попы невежды. Все начиналось с проповеди о Христе и о правильном входе в церковь. Потом уж постепенно добавлялись иные злободневные темы. На пять книг есть благословение епископа Евтихия, на симфонию, на жития святых, на симфонию, на одиннадцать неканонических книг Библии и на трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта. Если бы было официальное запрещение, а не в газетах только, как и случилось, то на это был бы ответ. Деяние 5.29. Ведь должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Если речь идет о человеческом благословении, то оно не может быть дано и иметь некое действие, если оно вопреки живого Слова Божия. Люди могут совершать некое действие, видимое, а в действительности там или ничего не будет, или же Божие наказание получишь, потому что вопреки Слова Божия и не по совести. Малахия 2.2. Очень хорошо знаю тысячелетнюю игру в благословение, когда благословляли самое богопротивное и запрещали самое богоугодное. Переводить на родной язык, печатать и читать Библию, когда гоняли переводчика Библии профессора Павского Герасима Петровича, воспитателя царя. И где те благословители погубили и царский дом, и Россию. Знаю также, что ропщут попы и архиереи на моей книге. Но что из того? Псалом 108.28. Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но да будут посты жены. Раб же твой да возрадуется. Пусть выйдут на собеседование по всем темам в книге, в любом месте, в эфире, на радио или по телевидению. У них ли в епархии, у нас ли в церкви или в университете. Сколько раз уже приглашения им отсылал, и по сей день ни единого писка нет. У меня есть цензоры, и при том два. Совесть моя и Бог. Я не ищу своего, но вижу ясные плоды от книг, когда души из мира примиряются со Христом, и из еретиков делаются православными батюшками. На благовестие дано благословение Духом Святым, всем, кто знает истину. Деяние 8.4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Мое благовестие продолжается благотворно уже 45 лет. И пусть иные засвидетельствуют о плодотворности моего поприща. Не зря ли я тружусь? Галатам 2.2. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Вопрос о том, кто благословил на проповедь, мы слышим здесь на каждом шагу от всех. Этим вопросом уже утопили русскую нацию в разврате, в бездействии, в опошлении понятия о благословении. Книга к истинному православию – это проповедь, но изложенная потом и на бумаге. Ко мне поступают известия из разных стран дальнего и ближнего зарубежья. И не только отлично знакомых, что, прочитав эту книгу, люди обрели веру во Христа и пришли в православную церковь. Более того, попы, которые в открытую лютуют против моих книг, потом на ухо сообщают, что это делают ради буйного своего архиерея. А книги эти давно уже стоят на их книжных полках дома, и они по ним ведут занятия по изучению Слова Божия. Вот еще как бывает. Филиппийцам 1.18. Но что до того, как бы ни проповедали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. И я могу спросить, кто благословляет все века поддерживать мирскую власть, которая идет вразрез со Священным Писанием? Кто благословляет все канонизации, прошлые и современные? Кто благословляет все епархиальные мурзилки, в кавычках, где описывают освящение боевых знамен, гонят их на войну, на гибель неразумных отроков? Кто? Пророк Михей 2.11. Если бы какой-либо витренник выдумал лошадь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Если кто не согласен на благословение Божие, изреченное в Писании, то кому же тогда противиться? Да кому же он тогда противится? Встречаешь человека, говоришь о земных поклонах, а он в ответ, «А вас на поклоны благословил Батюшка». Идет игра в благословение, и она привела к идолотворчеству. Из смертных людей создали кумиров-оракулов, а они чудовищно невежественны в законе Божием и гнут к тому, чтобы только угодить вышестоящему. И стоило толкнуть одного, и вся Россия упала, и храмы в один момент стали никому не нужны. Мы благословлены Богом. Ефесянам 1.13 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Нужно прихожан усадить в ног Христа вместе с Марией, которая избрала благую часть и которая у нее не отнимется никем. Конечно, хорошо было бы, чтобы все говорили единомысленно, но это невозможно, потому что не в большинстве истина, а у Бога богов. Третье царство, 22.14 И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». Дорогой батюшка, ответьте подробно, так ли я вас понял, по вопросу ли отвечаю. И если лично вы с чем-то в книге не согласны, то подробно с указанием страницы и строки укажите мне, я буду только рад тому. И благословите меня эту книгу, ставшую для многих нитью для выхода ко Христу и в православную церковь. Я вижу в этом обильное благословение жизнодавца. Бог будет судить не по мнению людей, а по плодам, происходящим от благодати Его, приводящие ко спасению. И в отгляд Иоанна 10.10 Вор от благодати Его, приводящий ко спасению. Иоанна 10.10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Что вообще значит благословляю, если это касается не поездки в соседнюю деревню, а экскурс в библейские Палестины? Благословитель должен знать никак не меньше того, кто пишет, чтобы самому не оказаться без благословения ада Господа Бога. А я ведь не все трактую, а я ведь не свое, простите, трактую, а сравниваю Библию, которую много раз прошел, с тем, что есть ныне, и вижу, что не просто разница большая, а совершенно иное, в ином направлении толкуют и не туда ведут. В России никогда не было проповедано Евангелие так, как должно. Это еще Лесков сказал. Не случайно, когда спросили царя Александра Третьего, почему он по такому-то вопросу не посоветовался с министрами, он просто возразил. А зачем? Они в этом деле знают меньше моего. Сейчас модно стало на книжках писать, что такой-то архиерей благословил, а то и патриарх, а там такой-то тиной запеленута. Что бы огромней продерешься. Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. В своих книгах открытым оком я разбираю примерно по 60 вопросов и ответов патриарха Алексия, митрополита Кирилла и старообрядческого митрополита Андриана. И у них поровну всего по два вопроса только правильно ответили. А остальное прямо вопреки Библии. Так кто же их-то благословил нести ахинею? Трусость и корысть размножать перед миром всем? Или решения Синода РПЦЗ в присутствии коренной иконы были совершенно противоположны нынешним? Кто благословил отца Виктора Потапова и отца Петра Перекрестова вчера говорить и писать одно, а сегодня прямо противоположны? Благословение Благословение действительно только то, которое от Бога по Писанию, а не от прихоти человеческой. Евангелие Таана 5.44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которого, которое от единого Бога не ищете? Израиль был сильнейшим образом, как православные, привязан к священникам и делали все по благословению их. Но Иисус Христос в Евангелии Таана 1.11 сказал, «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Почему же? Третье Царство 22.22.23 Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым во устах всех пророков Его». Господь сказал, «Ты склонишь Его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Старея рабу Авраам поручил найти Исааку невесту. И вот, повинуясь ему, поспешил немедля к урочному месту. С ним десять верблюдов с подарками шли. И так со своим караваном вступил он в пределы далекой земли, в тот город, что звался Харан. «Был вечер, и час приближался, когда, легкие и пугливые, как серные, стекались а юные девы туда, наполнить кувшин у цистерны. И к Богу возвал он щедроты свои, яви Господину, о Боже, да будет та дева достойна любви, с которой разделит он ложи. «Тебе, Господина, вручая судьбу, я жду откровения или знака, пусть дева, подавшая воду рабу, и станет женой Исаака». И так изливал он всю душу в мольбах к цистерне, меж тем подходила Ревека с кувшином блестящим в руках, прекрасная дочь Вафуила. И странник сказал ей, «Наполни кувшин, чтоб мог я напиться оттуда». Она же ответила, «Пей, Господин, а я напою и верблюдов». Восставил Всевышнего Елеазар, восславил Всевышнего Елеазар залогом грядущего счастья. Невесте избранной немедленно в дар он серьги вручил и запястья. Через несколько дней выступал караван, скрываясь за дарью от взора. И с ним покидала на веки Харан прекрасная внучка Нахора. Ольга Чумина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok